Добрый вечер, РФТОВ. Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, как же правильно сказать на иврите в школе? Бэбэйт асэфер или бэвэйт асэфер? То есть мы произнесем бэбэйт или бэвэйт. Попробуем разобраться. Этот урок выходит при поддержке спонсора Naty M. Большое спасибо Naty за поддержку нашего проекта изучения иврита в интернете. Итак, я хочу напомнить вам, что по моей версии в современном Израиле существуют как бы параллельно два иврита. Один иврит, это на котором мы разговариваем. Обычный иврит, разговорный иврит. Это не значит, что он примитивный. Обычный разговорный иврит. И второй иврит, иврит формальный, иврит текстов. То, что можно назвать иврит высокого стиля. Иврит художественной литературы, выдержанной в этом стиле. Иврит близок к классическому. И, соответственно, нормы классического иврита там работают. В формальном языке, в высоком стиле. В обычной речи эти нормы не работают. Так вот, в иврите формальном, в высоком стиле, если мы прибавляем предлог «б» или «л» к слову, первая буква которого «бет» или «кав» или «п», то эта буква реагирует на «дагеш» и она теряет свой «дагеш». То есть, в формальном языке, в школе, нужно сказать «бет асэфер». В школу «левет асэфер». Первая буква после прибавления предлога «л» или «б» потеряла свой «дагеш». То есть «бет» звучит как «в». В обычной речи это не работает. И мы скажем «бет асэфер» – это в школе. А если в школу – «левет асэфер». Теперь кто-то скажет, что в ульпанах нас учили, что нужно говорить «бет асэфер», «левет асэфер». Или, например, я беру слово «в суде». Мы скажем «бет амешпад» или «в суд». «Левет амешпад». Если вы ориентированы на высокий стиль, то вас учили правильно. Но в обычной речи основная масса, 90 с чем-то процентов, в обычной речи скажут в суде «бет амешпад». В суд будет «левет амешпад». Не «вет», а «бет». И при этом, если мы хотим сказать «в доме», то есть в конкретном, я должен буду сказать «бабайт». И никаких вариантов у меня нет. Я не могу сказать «бавайт». То есть если предлог звучит как «ба», то всегда «бе» даже в высоком стиле. Чувствуем сразу. То есть мы должны еще понимать, в каких случаях в высоком стиле произносится как «бе», а в каких случаях произносится как «в». Точно так же, если я хочу сказать «в дом», и в формальном языке, в высоком стиле, и в обычной речи, я должен сказать «лабайт», в конкретный дом. «Лабайт», не «лабайт», а «лабайт». И это правило. Если вы не понимаете, учите правило иврита, как разговорного, так и языка высокого стиля, классического иврита. Теперь это не только буква «бет», это не только в слове «байт» должно срабатывать, если мы вдруг начинаем говорить на иврите высокого стиля. Например, я хочу сказать «в здании муниципалитета». Я бы сказал просто «бебеньян аирия». «В здании муниципалитета». Если направление к зданию муниципалитета, я скажу в обычной речи «лебеньян аирия». Беньян – это здание, ирия – это муниципалитет. В иврите формальном нужно было бы сказать «бебеньян аирия». Вряд ли кто-то так скажет в обычной речи. В здании муниципалитета в формальном иврите «лебеньян аирия». Никто так не скажет. И чтобы убедиться, что в обычной речи мало кто так говорит, я беру сейчас название городов. Например, город Кармиэль. И в Кармиэле, как вы скажете на иврите, «бэкармиэль». И так все скажут. А по нормам формального языка нужно сказать «бэхармиэль». Я уверен, что вы не услышите этого. Или в Кармиэль все скажут «лекармиэль». Хотя по нормам нужно сказать «лекармиэль». И никто так не скажет. Вы этого не услышите. Я возьму город Петахтикву. Спросите тех, кто там живет даже в Петахтикве. Говорят ли они «бэфетахтиква». Не говорят. То есть все скажут «бэпетахтиква». И точно так же в Петахтикву все скажут «лекармиэль». Все скажут «лекармиэль». И вряд ли кто-то скажет «лекармиэль». Проверьте, как это работает на жителях Бершевы, например, или Бетшемеша. И вы убедитесь, что мало кто, и исключение, кто соблюдает правила классического иврита в обычной речи, перенося это на все слова. При этом есть люди, которые прицепились к слову, например, «бэйтасаэфер». «бэйтасаэфер» и для них важно произнести или «бэйтасаэфер» в школу, или в школе «бэйтасаэфер». И у них есть ощущение, что они говорят на иврите правильным, красиво говорят. Но при этом они только одно слово произносят правильно, устраивают салат для себя и путают окружающих тоже. И нам важно не запутаться самим и не запутать окружающих. То есть, еще раз, итог. Правила формального языка, классического иврита, в обычной речи не работают. Не зацикливаемся после предлогов «ле» и «бэйтасаэфер», например, или «бэйтасаэфер», и так далее. И точно так же с буквами «пэ» и с буквами «кав», которым мы присоединяем предлоги «ле» и «бэ». Я надеюсь, это было понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харахли и «Траут». До свидания.